Приветствую вас! В квинтэссенции проблемы заключаются в том, что свою эрекцию, которая у вас появляется, вы пытаетесь контролировать. Вот, наверное, это является ключом проблемы, потому что эрекцию контролировать вообще не нужно. Вторая проблема, которая у вас есть, заключается в том, что вы придаете сексу слишком много значения. Что, соответственно, предполагает тот факт, что вы его избегаете, соответственно, предполагает тот факт, что вас беспокоит отсутствие интереса к сексу и прочее. И надо сказать, что это совершенно естественно, потому что осознание пытается таким образом вас оградить от каких-то стрессовых историй. Вот, и эти стрессовые истории, они являются угрозой для вас, и, соответственно, поэтому вы секса не хотите. Ничего страшного в этом нет, ничего необычного в этом тоже нет. Вот, те вещи, которые вы накладываете на секс, то есть, смотрите, вот есть сексуальная сфера, есть ваши потребности. Нормальная ситуация, когда к каждой потребности относится своя сфера. То есть, за удовлетворение одной, ну или за удовлетворение какой-то определенной потребности отвечает определенная сфера. У вас и у любого человека, у которого стосен, там, тревожно-депрессивное расстройство, как вы говорите, хотя у вас это диагноз или что, не очень понятно. Вот, этот баланс, он наружи, то есть, его нет. И, соответственно, возникает проблема, что на одну сферу накладывается очень много потребностей, и повышается значимость этой сферы. Вот вам нужно снизить назначение для себя секса. Я очень не знаю, что вы пытаетесь доказать через секс себе и своей жене, но очевидно, что кто-то пытаетесь. И вот это нужно перестать делать, там, секс, то, что естественно, естественно происходит. Это абсолютно естественный, неосознаваемый процесс. Дальше, сексом вы занимаетесь для себя, не для жены. И сексом необходимо стараться удовлетворить только себя, а не партнера. Ну, хотя бы, для начала, да. Для начала, чтобы вам было идеально, ну, неудудно, стараться, стараться себя не партнером. Ошибка является то, что, например, вы стараетесь удовлетворить свою жену и не делаете так, как хотите вы. Следующий момент, это вот, как сказать, обычность интимной близости. То есть, здесь рекомендуют, как правило, просто лежать обнаженными, притык друг к другу. То есть, чтобы обнаженное тело не было связано с сексом. Обязательно. Да? Вот. Чтобы это происходило как можно более естественно. Здесь речь идет о определенной спонтанности секса. То есть, чтобы секс не был чем-то таким, что вот. Вы знаете, что вот сейчас у меня через 20 минут будет секс, а вот сейчас это только происходит. И да-да, это все-таки была более стоматная история. Да, это потребует определенного подхода, но это так. А вот, ну и не очень понятно, о каком инциденте вы говорите в постели, потому что вы его не описываете, этот инцидентик. И не очень понятно, что это за инцидентик, если у вас и раньше проблемы были, и жена адекватно это воспринимала. То есть, чем этот инцидентик отличается от того, что было до этого. Непонятно. Вот. Но тем не менее. Ну, если касается тревожно-депрессивного расстройства, то с этим нужно работать. Тревога – это игнорирование своих чувств, а депрессивная депрессия – это, соответственно, подавление их. И замена императивами. То есть, надо, должен, обязан и прочим. Вот. Такая вот история, Лер. Это то, что я могу вам сказать. Вот. Опять же, очень важно то, как вы воспринимаете неудачи. То есть, почему вы так болезненно реагируете на неудачи. То есть, как это вас задевает, с этим вот тоже нужно работать. То есть, знаете, да, вот вы через секс пытаетесь самотрудиться, а так нельзя. Ну, и двухдневной депрессии не бывает. То есть, тут вы используете абсолютно неверное слово. Депрессия – это болезнь, это длящаяся болезнь, поэтому двухдневной депрессии не бывает. Вот. У вас может быть депрессивное состояние, да. Но не депрессия никак. Вот, соответственно, если у вас есть диагноз, тревожно-депрессивное расстройство, то врач, который вам поставил этот диагноз, должен был назначить как препарат, так и психотерапию. Вот. И если вам это назначить, то по, там, страховке или льготам у вас должно быть, ну, дано быть облегчение. Вот. Если ничего этого нет, то, соответственно, нет и депрессивного, тревожно-депрессивного расстройства. Прямо это диагноз. Вот. У нас на сайте есть крайне доступные по деньгам специалисты. Вы можете обратиться к любому из них и поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.